Региональные власти Региональные власти уже отчаялись, пытаясь придумать что-нибудь, что будет имитировать их борьбу с COVID-19. И вот на этой неделе мы стали свидетелями очередного какого-то абсолютного трэша со стороны уже мэра города Уфы. Ничтоже сумняшися, господин Греков призвал санитарных инспекторов начать проверку QR-кодов в общественном транспорте. Ну, наверное, не надо объяснять, что случилось в головах простых жителей Уфы. Они судорожно стали искать основания для того, чтобы понять, насколько это все законно и правильно. Правда, господин Греков довольно быстро понял, что сморозил страшную чушь. Попытался все это обратить в шутку. Ну, дескать, эти санитарные инспекторы в Тороябисах и автобусах вовсе не должны проверять QR-коды и не запрещать людям входить в автобусы, а только должны агитировать за вакцинацию. Ну, послушайте, вот когда маленький неразумный ребенок в компании почтенных взрослых начинает нести какую-то откровенную чушь и ересь, ну, его или останавливают, или удаляют в детскую, чтобы он не смущал почтенную публику и взрослых людей. Однако, почему-то вот именно это не происходит с нашим достопочтимым мэром, его никто не останавливает, его никто не удаляет в детскую. Более того, мы продолжаем ему платить вполне сносную зарплату вот за ту ерунду, которую он несет регулярно вообще. Просто регулярно. Я не знаю, с кем сравнивать Грекова. Наша вот эта передача называется «Сравнение и там всевозможные размышления», но тут кроме размышлений ничего не приходит на ум. Сравнивать мне Грекова честно не с кем. Все предшественники Сергея Николаевича были не просто на голову, а, пожалуй, что на несколько поколений старше, чем он, по разумности рассуждений. Вообще, может быть, кто-то найдется, кто умеет, кто остановит, либо удалит этого мэра из его кресла, потому что, ну, я, честно говоря, ожидаю каких-то больших неприятностей для горожан. У Сергея Николаевича очень здорово получалось делать детей. Может быть, ему и стоило бы заниматься вот этим любимым делом на радость региональному управлению статистики и демографии. О иных подвигах господина Грекова и иных достижениях на иных любых других поприщах мы попросту ничего не знаем. И почему он попал в это кресло, нам тоже непонятно до конца, хотя бы с формальной стороны. Ну, еще раз, кто-нибудь шепните ему на ухо, что либо нужно учиться, нужно потренироваться, нужно, может быть, консультироваться с кем-то, либо нужно просто молчать.